Дорогие друзья, специальный гость конкурса «Звездный бум» певицы Елизавета Антонова. Елизавета, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, на этом конкурсе, что вы делали, Деобли, я знала, мастер-класс давали. Ваши эмоции? Да, для меня это такой небольшой опыт. Я давала мастер-класс деткам по народному вокалу. Так как я уже, как бы, это моя жизнь и профессия, я работаю в Московской областной филармонии, но я еще студентка, я учусь в Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Для меня это очень важно, чем-то помочь, направить ребенка, который только начинает свой творческий путь, поделиться чем-то, дать совет. На Ваш взгляд, нужно ли принимать участие в таких конкурсах? Сдает ли это что-то участникам? Обязательно. Обязательно нужно принимать участие в конкурсах. Это большой опыт для ребенка. Ведь они переживают настолько это сильно, хотя они показывают это, потому что я сама через это прошла. В моей жизни было очень много конкурсов и фестивалей. Это огромный опыт, нужный для ребенка, чтобы обязательно перебороть свое волнение к сцене, потому что не каждый может в юном, в раннем возрасте выйти на сцену и показать действительно, на что он способен. Многие дети начинают стесняться, сжиматься, как-то быть неуверенным в себе. Обязательно нужно общаться со зрителями, членами жюри, узнавать какие-то ошибки свои и обязательно работать над ними потом. Для этого нужны конкурсы, собственно. А что важно в номере показать? Может быть, вокальные данные или душа, или постановка? Что важнее? Наверное, это должно быть все в совокупе. Естественно, без души, без передачи той энергетики, которая нужна зрителю, не будет такого красивого и правильного номера. И, естественно, голосовые данные, они развиваются. Когда выходит ребенок маленький на сцене, которому три годика, но там уже не то, что оцениваешь вокал, а оцениваешь то, как он стоит на сцене. Вообще молодец, что он вышел в таком возрасте. А когда уже ребенок начинает подрастать, уже оценка, естественно, меняется, уже и требования другие становятся. Для этого и существуют разные категории, разные номинации, чтобы не всех сравнивать друг с другом, а по отдельным категориям. Ну, помимо каких-то положительных эмоций, будут победители, будут места, подарки. Еще могут быть какие-то, ну, не то, что негативные, расстроятся люди, кто-то не выиграл. Как вы сами относитесь к этому? Критики, может быть, что-то не получилось? Как к этому относиться участникам? Критика должна быть. Идеальных, как говорится, не бывает. Не расстраиваться ни в коем случае. Это не последний конкурс в вашей жизни. Обязательно идти вперед, стремиться делать лучше, больше, работая над своими ошибками. Получать удовольствие от этого, от того, чем вы занимаетесь. Идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Спасибо огромное, Елизавета. Спасибо.